МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Еврозион ТВ. Здравствуйте! Коротко об основных темах. Как из ничего сделать все? Старшеклассникам рассказали о 3D-технологиях. Заграничная стипендия. Кто может стать участником программы Германской службы академических обменов? Даешь молодежь. В Тюменской области создается закон о студенческих строительных отрядах. Открывает выпуск и обзор событий студенческой жизни, сферы науки и образования. На заседании правительства России глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов представил отчет о результатах мониторинга системы российского образования. В частности, говоря о ситуации в высшем образовании, он подчеркнул, что почти половина выпускников 11-х классов обеспечена бюджетными местами в вузах. Примерно 40% поступают на места с полным возмещением затрат на обучение. Вместе с тем, если учесть, что более 40% девятиклассников получают среднее образование, то окажется, что охват молодежи высшим образованием составляет около 41%. Тюменскому стройотряду в этом году исполняется 50 лет. В честь этого мероприятия в Тюменской областной думе приняли на рассмотрение закон о студенческих строительных отрядах. Перед командой разработчиков стоит серьезная задача – выстроить систему отношений между органами исполнительной власти, студотрядами и работодателями. Инициаторы признаются – начало положено, остальное дело времени. 4,5 тысячи студентов сейчас трудятся в стройотрядах области. Возможно, если закон будет принят, количество желающих удвоится. На этой неделе руководитель Фаблаб Тюмгу Дмитрий Яковлев провел увлекательную лекцию о 3D-технологиях в Тюменском центре профориентации. Старшеклассники школ города узнали, как из ничего сделать все и как это может пригодиться в будущем. 3D-печать ждет большое будущее. И очень вероятно, когда они лет через 10 будут специалистами в какой-либо области, вполне возможно, не будет многих профессий, либо они будут видоизменены до неузнаваемости. Может быть, будут специалисты по 3D-печати обуви, одежды, домов, искусственных органов, зубов и так далее. Не будет отдельно донтистов, модельеров, портных и так далее. То есть это их будущее. В Тюменской областной думе состоялось открытие выставки произведений тюменских писателей. Посвящена она Году литературы. Здесь представлены как современные издания, так и архивные книги из библиотечных фондов. Представители областных властей поздравили писателей и пообещали им всяческую поддержку и почести за их нелегкий труд. В «Жемчужине Сибири» прошел чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам, в котором принимали участие и студенты Тюменского госуниверситета. Несмотря на молодой возраст большинства спортсменов, борьба за призовые места развернулась нешуточная. Для многих эти соревнования – важная ступень в квалификации. Ощущение классное, но для изварения, от гонки, от соперников. Все стараются, упираются, борются, на лыжи наступают. 8 февраля Отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. Учрежден он был указом президента России в 1999 году. Продолжим научную тему вместе с Александром Федорцом, ученым Тюменского госуниверситета. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Анатольевич, недавно Вы получили грант РФФИ Российского фонда фундаментальных исследований. Расскажите о Вашем проекте. Проект посвящен исследованию нового явления – капельных кластеров. Кластер – это такая структура из микрокапелек, например, воды, которая левитирует над поверхностью воды. Очень просто наблюдать это явление. Самое удивительное, что до 2003 года оно просто было неизвестно науке. Но если взглянуть на явление поглубже, оказывается, это очень многообразное, сложное явление. Вот здесь, например, на картинке Вы сейчас видите капельный кластер в инфракрасном изображении. Оказывается, на такой маленькой капельке перепад температуры может достигать 10 градусов. То есть, с точки зрения физики, очень много интересных вещей. И на сегодняшний день нет теории явления. В рамках вот этого Гранд РФФИ мы постараемся с коллегами из Москвы, теоретиками, разработать теорию явления. Возможно, на эти разработки Вы и потратите Ваши деньги. Мы обязаны потратить эти разработки на исследование явления. И другое, обязательное условие – новые знания должны быть общедоступны. То есть, мы обязаны опубликовать эти новые разработки, новые данные экспериментальные и теоретические. А какая практическая польза от Ваших исследований? Ну, на сегодняшний день в основном явление интересное с точки зрения фундаментальной науки. Потому что оно позволяет глубже понять самые разнообразные процессы, связанные с испарением, конденсацией жидкости, с поведением капелек в атмосфере. В перспективе, возможно, мы выйдем на биологические приложения, потому что каждую такую капельку можно рассматривать как миниатюрный биохимический реактор, в котором могут протекать очень интересные процессы с точки зрения биологии. И вот, если до этого дойдет, то, возможно, с помощью кластера появятся новые технологии в области биологии и медицины. Это было бы, конечно, очень здорово. А какие условия создаются для ученых в Тюмгу? В мире науки, мир науки, он уже давно интернациональный. И каждый ученый создает себе условия. Во-первых, очень часто невозможно провести комплексные исследования в одном месте. У нас, конечно, есть базовые условия. Мы можем многие вещи, связанные с исследованием кластера, проводить у нас. Есть микроскопы, оборудование. Много оборудования мы разработали сами. Но бывает так, что необходимо провести очень дорогостоящие исследования, причем разовые. А чтобы его провести, вот, например, если обратиться к картинке, вот этот капельный кластер снятый с помощью исследовательского тепловизора стоимостью более 10 миллионов рублей. Приобрести такой тепловизор, чтобы в течение нескольких дней удовлетворить свой интерес, это невозможно и неправильно. Поэтому всегда помогает кооперация между учеными. Можно заинтересовать ученых из других лабораторий, у которых есть такое дорогостоящие оборудование. Провести совместные исследования, что мы, кстати говоря, успешно делаем. А с кем вы сотрудничаете? Вот в рамках гранта РФФИ у нас сложился очень хороший коллектив с учеными из Москвы. Из двух крупных научных центров. Это Институт высоких температур. Под руководством академика Фортова Владимира Евгеньевича, президента РАН. И второй научный центр – это центр имени Келдышева, тоже в Москве. Явление очень разноплановое, и поэтому приходится привлекать специалистов из разных областей, особенно теоретиков. Спасибо, Александр Анатольевич, с профессиональным праздником вас. Желаем вам дальнейших открытий и новых разработок. Большое спасибо. Надеюсь, открытие не заставит себя ждать. Я напоминаю, что в студии у нас был Александр Федорец, профессор Тюменского госуниверситета. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на Евразион ТВ. В России вступил в силу закон, согласно которому трудовые мигранты должны сдавать комплексный экзамен. Он включает в себя знания русского языка, истории и законодательства Российской Федерации. Полномочия проводить подготовку и принимать экзамены у иностранных граждан получил Тюменский госуниверситет. Продолжает Георгий Елаев. С января у сотрудников Центра адаптационных практик и тестирования «Аврал». Желающих сдать очень много, ведь Тюменский госуниверситет ведет подготовку и принимает экзамены по всем трем направлениям – русский язык, история России и законодательство РФ. В первую неделю было народу не очень много, а теперь, да, вот я специально посчитала, за две с половиной недели мы протестировали уже более тысячи человек. Вот. Ну и помимо того, что на экзамене аншлаг, у нас еще и в коридоре аншлаг, потому что люди приходят записываться на следующий экзамен. Напомню, что губернатор Владимир Якушев своим распоряжением определил Тюменский госуниверситет – уполномоченный образовательной организацией, имеющей право на проведение в Тюменской области комплексного экзамена. Без него иностранные граждане, прибывшие в Россию, не смогут получить патент. Кто не понимает язык русский, все равно как он будет работать, как устроиться, как все, как будет общаться, как будет ездить. Я считаю, что все проводится правильно. Вопросы такие относительно, не тяжелые, можно сдавать. Может, с одной стороны удобно, кому-то неудобно. Нам, к примеру, неудобно ехать в областной центр, когда такие очереди выстоять. Нам было бы удобнее, к примеру, сдать это в Яутровске. Конечно, есть не сдавшие, это тоже проблема. Есть недовольные люди, есть люди, которые приезжают с севера из разных городов, им тоже не совсем удобно как-то здесь записываться, находиться, экзамен сдавать. Но этот вопрос решаем, этот вопрос мы точно, эту проблему будем решать. То есть мы будем оформлять какие-то договоры с северными городами, чтобы людям не приходилось ездить, проделывать такой путь. Сначала на экзамен, потом за сертификатом и обратно. Вот, то есть эта проблема как раз решаем. Для университета эта работа не в новинку. Преподаватели не только принимают экзамены, но и помогают к ним готовиться. Все желающие могут записаться на подготовительный курс Центра адаптационных практик и тестирования, а пробные тесты и справочные материалы размещены на сайте Тюменского госуниверситета. Георгий Лаев, Николай Салдаев, Евразион ТВ. Продолжаем выпуск. По инициативе кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации гуманитарных направлений Института истории и политических наук Тюмгу прошли встречи для преподавателей и студентов с лекторами германской службы академических обменов. Подробности в репортаже Оксаны Логиновой. Для сегодняшнего студента получить специальную стипендию и пройти стажировку за границей – не самая сложная задача. Не упустила свой шанс и Арина Шелягина, будущий специалист по международным отношениям. Благодаря стипендии ДАК девушка побывала в Германии и других странах Европы. Советует и другим не теряться и подавать заявку. Самое страшное, что оказалось мне, это ждать. Потому что я подала заявку, и мне пришлось ждать целых пять месяцев ответа. И быть в таком неведении, все-таки поеду я, не поеду. Но когда я получила ответ положительный, это было очень приятно, потому что казалось, что стипендия гораздо больше, чем я на это надеялась. И тех средств, которые я получила, мне было достаточно для того, чтобы оплатить билет, оплатить проживание в стране и, собственно, вообще жизнь там. Специально для заинтересованных студентов в Тюмгу провели тематические встречи с лекторами Германской службы академических обменов. Такое мероприятие организовано нашей кафедрой при поддержке Германской службы академических обменов. На базе нашего университета проводятся впервые. И в рамках этого проекта предусмотрены семинары повышения квалификации преподавателей немецкого языка города Тюмени. И параллельно проводятся мастер-классы для студентов, желающих повысить свой уровень владения немецким языком. Несмотря на каникулы, желающих пообщаться с носителями языка оказалось достаточно. В мои планы входит продолжить учебу в Германии после окончания университета. И поскольку этот семинар организован Германской службой академического обмена, я решил, что для меня это будет возможность с ней поближе познакомиться, возможно поднять свой уровень языка, получить сертификат. Программа мастер-классов была довольно увлекательной. С Германией и языком студенты знакомились на основе комиксов, фильмов, песен, легенд и произведений немецких авторов. Я проходила подобные мастер-классы по английскому языку, и они помогли мне. Я считаю, что с помощью таких видеоматериалов и аудиоматериалов немецкий гораздо легче воспринимается и проще понять его структуру. Польза от подобных мероприятий очевидна. Студенты не только проверили свои коммуникативные способности, но научились писать мотивационное письмо и составлять автобиографию для успешной подачи заявки на стипендию ДАТ. Это прекрасная возможность, чтобы познакомиться со студентами и познакомиться с одаренными студентами, с талантами. И, может быть, им надо еще немножко толкать вперед, чтобы они действительно подготовили хорошую заявку, чтобы действительно был реальный шанс получить стипендию ДАТ. В принципе, такой шанс есть. Есть у нас программы на летние курсы языка в Германии на месяц, есть у нас программы для студентов в магистратуре, есть у нас программы для молодых ученых, и для профессоров, и для аспирантов. Добавим, что семинары и мастер-классы проходили в рамках Года немецкого языка и литературы в России. Оксана Логинова, Николай Салдаев, Евразион ТВ В Тобольске впервые прошел отборочный этап соревнований по робототехнике «Робофест-2015». В спорткомплексе «Совершенство» собралось порядка 80 юных техников в возрасте от 7 до 17 лет из Тюмени, Тобольска и Ноябрьска. Давайте посмотрим, как это было. Субтитры создавал DimaTorzok И это все, что мы хотели вам рассказать в этом выпуске. Следите за новостями через сайт, адрес которого вы видите на экране. И смотрите Евразион, будете знать больше. А на сегодня это все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok